Здравствуйте! Мы начинаем серию телепередач «Домашний очаг». И это программа о тех, кто нашел свою любовь и сумел построить крепкую и дружную семью. Семья Лоренц, на первый взгляд, ничем не отличается от других. Но если познакомиться ближе, нужно быть осторожными. Есть очень большая вероятность влюбиться в них. И неспроста. Верите ли вы, что муж и жена могут спустя долгие годы разрешать жизненные неурядицы без громких слов? Нет? Вот и я решила разузнать секрет гармоничных отношений. Это Олеся Лоренц, хранительница очага. Домашний интерьер расставлен по ее персональному фэншую. Стены квартиры украшают ее собственные произведения. А все полки почетно заняли фамильные фотографии. Встречу с мужем она считает настоящей удачей. Взаимопонимание пришло не с годами, а сразу. Изначально было очень много разговоров о том, какая должна быть наша семья, будущее. Я такой человек, я люблю продумывать на много шагов вперед. У меня в голове давно был выстроен образ моей будущей семьи. Поэтому, разговаривая с Женей, я задавала очень много вопросов о том, какой у него этот образ. Анализировала, совпадают ли они. А вот и он, Евгений, немногословен, человек-дела. Главное сокровище в его жизни – семья. Он разделяет жизни на убеждения жены, а первые встречи вспоминает с особым теплом. Она вышла, была в шубе, как сейчас помню, пахла котлетами. Вот. Ну, вот так вот прогулялись и познакомились. И пошло-поехало. Я не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Это было, вот знаете, наверное, какое-то очарование человека. Вот я была очарована, потому что он подходил под все мои каноны мужской красоты. Мне нравился его типаж. Мне нравилось то, что он смелый. Мне очень импонировало то, что он решительный и может выстраивать вот эту линию нашего дальнейшего общения самостоятельно. И мне, у меня есть возможность рядом с ним быть слабой женщиной. У супругов нет главных. Даже на кухне каждый готовит полюбившиеся остальным членам семьи блюда. А некоторые из них становятся традиционными. Блинами занимаюсь я. Только я один. Все. Выходной день – это тот день, который мы проводим все вместе. И Женя сам начал как-то вот… Вот даже я не вспомню сейчас, с чего все началось. Просто встал раньше всех. Он у нас вообще сам по себе ранняя пташка. Мы больше любим поспать еще подольше. Вот. И он первый раз испел блины. Второй раз, третий. И потом это стало традицией. И он теперь постоянно их печет. Вот. Иногда просто ему говорю, Жень, пожалуйста, к моему возвращению с работы, испеки блинчики. Я куплю творог. И мы сделаем блины с творогом на ужин. И вот я прихожу, у меня уже есть эти блинчики. Мы стоим, заворачиваем творожок. И вот как бы совместно приготовленный ужин. Очень вкусно. И очень приятно, что он мне в этом помогает еще плюс ко всему. Эмоциональное выгорание, одиночество, усталость – эти слова никак не относятся к нашей героине. Какая может быть усталость, когда мы наконец-то в конце дня встретились? Мы встретились, мы делимся эмоциями и впечатлениями все, что произошло за день. Мы рады от встречи друг с другом. Мы разговариваем. Мы даже просто вместе молчим, и это уже радостно. Это уже здорово, что находимся вместе и рядом. Нет никакой усталости. Вы знаете, я думаю, что это все благодаря тому, что муж мне очень во многом помогает. Он себя проявил как замечательный папа во время декретных отпусков, когда я очень была вымотана бессонными ночами. Он, несмотря на то, что тоже был уставшим, тем не менее мы дежурили по ночам у кровати ребенка. Тем не менее он приезжал и делал уборку, если видел, что где-то, возможно, я упустила этот момент. Он делал какие-то элементарные такие вещи бытовые, которые я просто упустила из виду. И он делал это молча. Он делал это без упреков, почему-то не успела. Вот в этом он мне показал себя с такой стороны. Вы знаете, мы как будто бы... Это еще больше сплотило, во-первых. Еще больше сплотило семью. И я еще больше стала его любить за это. Может быть, это и прозвучит банально, но сила в семье и детях, говорят супруги. Евгения и Олеся воспитывают троих детей. Старший Алексей отдает долг родине. А две маленькие принцессы наполняют квартиру детским смехом, делая ее еще уютнее. Это Евангелина и Стефания. К воспитанию детей пар подходят с любовью, пониманием и заботой. Стараются больше времени уделять совместному досугу. Из любимых занятий – настольные игры. Вечерами вся семья устраивает мозговой штурм. Ведь вопросы порой попадаются не из легких. Я сейчас посмотрю. Ты знаешь про южную Америку? А, мне ставят только мне. Так, один. Мне ставят только. Евгения и Олеся считают, что все нравоучения бесполезны для детей. Куда более важнее заложить в них серьезность. Наши дети прекрасно знают, что такое ответственность. И я думаю, с появлением животного эта ответственность формируется еще и самостоятельно. Но обязательно нужно следить за тем, чтобы ребенок просто по той простой причине, что он еще ребенок, чтобы он не забывал покормить, убрать за животным. Если это кошки, то вычесать их, да, чтобы шерсть не была по всему дому, чтобы просто был у нас порядок. В то же время я считаю неправильным, когда родители говорят, что, ну, если мы заводим тебе, допустим, щенка, если берем щенка, то все полностью ложится на твои плечи. Так нельзя. Я думаю, мы взрослые, мы должны здесь немножко с какой-то хитринкой подойти к этому вопросу. Сказать о том, что, ну, вот теперь вот ты должен понять, что это большая ответственность, ты должен ухаживать за этим животным, а мы тебе во всем будем помогать. Помимо самостоятельности, родители воспитывают в детях еще и умение любить, быть любимыми на своем примере. Семья – это еще вот такие вот маленькие ритуалы, что ли. Вот поцеловать перед уходом, встретить у порога, когда человек возвращается. То есть ты вот в таких мелочах, ты показываешь, насколько человек необходим. Ведь каждый хочет чувствовать свою нужность. И можно говорить 45 минут о чувствах, а потом просто не поцеловать перед уходом. И я думаю, что тогда эти слова обесцениваются. Слова свои нужно всегда подтверждать поступками. Всегда действиями какими-то подтверждать. И тогда вот этот вот костер пылающий, он тогда будет пылать с той же силой. В жизни бывает всякое, признается Олеся. Но какие-то трудности и небольшие недомолвки решаются совместным усилием, разговорами и принятием точек зрения двух сторон. Я не говорю о том, что у нас совсем не бывает ссор. У нас бывают какие-то размолвки. Но вы знаете, мы часто об этом беседуем. Я знаю мнение мужа на этот счет, и мое собственное, они у нас совпадают. Что вот когда даже у нас какая-то размолвка, и мы не можем найти вот ту точку соприкосновения, мы не можем уснуть. Мы крутимся сбоку-набок, и вот настолько некомфортно, что даже сон не приходит. И вот пока не повернешься к другому, пока не обсудишь, пока вот не скажешь, что самое пресловутое «я тебя люблю», что вот... и душа не успокоится. И нельзя так ложиться спать, заканчивать день в неразрешенной какой-то ситуации, в неразрешенном конфликте каком-то. Потому что потом это просто вот как какой-то, знаете, снежный ком. На завтра вы проснетесь в плохом настроении. И завтра будет продолжение этого. А никто этого не хочет. У нас одинаковые цели и задачи. У нас есть единственный смысл в этой жизни – это наша семья. Мы воспитывались в подобных семьях, где было все так же. И поэтому, построив свою собственную семью, мы понимаем, что нет ничего важнее в этой жизни. Все остальное – просто фон к самому главному, то, что есть. Самое главное – это наша семья. Мы друг у друга. Наши дети. И говорить просто, что семья – это любовь, семья – это когда все хорошо. Нет. Семья – это когда ты каждый день, каждый час стремишься к тому, чтобы всем, кто живет рядом с тобой, вот в этой квартире, в твоей семье, было хорошо. Когда ты постоянно делаешь все для этого. Только тогда, я думаю, будет и мир, и гармония, и процветание в семье. Когда все мысли, вся энергия каждого из членов семьи нацелена именно на это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова